всем привет дорогие друзья меня зовут илья в этом видео мы с вами разберем игру бас-гитариста группы нирвана криста новосельча попробуем разобраться в чем его особенность чем его индивидуальность почему ритм секции нирваны звучит мощно какими приемами использует крист чтобы добиться неповторимого звучания и вообще попытаемся разобраться действительно нирвана это великая группа это великая ритм секция или это все-таки группа одной песни и так присаживайтесь поудобнее берите в руки бас и начнем последнее время по моим личным наблюдением бас-гитарном мире существует тренд на быструю игру на импровизацию на виктора вутона на маркуса миллера и тому подобное на фьюжн вот это миллион нот слэп все вот это вот уже многие научились играть довольно быстро слэпом и даже часто можно видеть как этим даже хвастаются как-то люди как-то вот миллион нот я играю смотрите все хлопают в ладоши и все радостные но как правило единицы могут сыграть две ноты при этом то что играет миллион нот но сыграть как над две ноты могут только единицы и как раз крис новосельевич такой бас-гитарист который не играл много который не играл супер техничных партий это даже не фли хотя фли тоже сложных партий не играл но у криста новосельевича другой другой посыл у него другая другая миссия лично я не слушаю группу нирвана не тот уже возраст но если вы у меня спросите как я отношусь к ритм секции этой группы как я отношусь к кристу как я отношусь к дэйву гроу я однозначно сказал что это великая ритм секция и никак не соглашусь мнением что это группа одной песни и это можно объяснить математически это можно объяснить на уровне музыки на уровне приемов аранжировки и мы сейчас попробуем этом разобраться первое что хочется отметить в стиле группы нирвана это мощная работа с динамикой эта фишка которая в дальнейшем начала использовать система использовала и многие другие группы но нирвана одна из первых когда какой-то лиричный спокойный куплет на клиновом звуке сменяется взрывом гитары взрывом ударных инструментов мощным динамических припевом к примеру или другой частью и на это естественно повлияла играть до его гроула и он присоединился группе нирваны позже и вывел ее на новый уровень динамики на новый уровень визуала и вообще исполнительского мастерства и без него наверное бы такого уровня динамики точно нирване бы не достичь было но ритм секция состоит не только из барабанов но еще и бас-гитары поэтому берем инструмент берем в руки медиатор начнем наверное с одного из самых известных рифов группы нирвана это лаунж акт и в поэтому рифу наверно понятно 90 процентов стиле игры кристо его манера первое что бросается в глаза это то что кристо использует очень много слайдов и это не просто так какая-то его прихоть ему так захотелось или просто он хочет выделиться тогда и так далее нет на самом деле это можно объяснить с точки зрения музыки начнем сейчас пока с левой руки лаунж акт значит правой руки медиатор попозже к нему перейдем перейдем попозже к правой сначала левая значит начал массе минор слайд я на записи сыграл здесь ноту фанец но он играет так только начали по факту вот это вот весь крист вот такие партии к скользящая левая рука по грифу практически не отрывает он и и и при записи того же с манс лайкс он говорил в интервью что играл так что практически не от не убирал руку от грифа и все исполнял слайдами для чего это нужно во первых это позволяет ему размазывать какие-то неточности игры какие-то косяки в звуке гитары это первое избегать вот это вот так скажем ювелирной точности и второе это позволяет достичь больше звука если мы играем в трио плюс к дэйв гролл который любит играть по тарелочкам и вот эти слайды езжущие туда-сюда они создают больше массив звука это довольно обоснованно это принцип в этом есть логика абсолютно то же самое мы можем наблюдать и в известном рифе смаз лайк тин спирит как раз тот самый это самая песня за которую все любят нирван все начинается так опять же с нашего слайда которые от ноты фа до 6 до 6 лада 4 струны нам для диез как бы настраивая уже уже настраиваясь на вот эту игру слайдами дальше в данном рифе обращаем особо внимание на первые две ноты это скелет от основа рифа это у нас восьмая с точка плюс 16 его надо играть ровно если вы не попадете первые две ноты дальше уже остальные никого значения не будут иметь поэтому если вы новичок например и у вас не получается ровно играть под метронов сосредоточиться на первых двух-трех нотах в них кроется секрет ключ от этой партии дальше у нас тут 16 здесь вообще пульсация 16 потому что самый мелкодритный 16 то-то-то-то-то-то слайд слайд обратно таким образом играть строго под метроном таким образом с крис практически не снимает левую руку с грифа постоянно елозит слайдами туда и обратно создавая такое своеобразное звучание создавая больше звука утапливая какие-то недочеты утапливая какие-то свои технические косяки в этом звуке в этом массиве плюс еще дэйв гролл месяц по тарелочкам очень любит он выход и все это создает вот эту мощь вот эту мощь также тут можно объяснить косвенно это экономии энергии на концертах вы например вместо того чтобы два раза зажать вы можете зажать один просто подъехать то есть подъехать двойной ноте зажимая не два раза две ноты а один раз зажав просто подъехать слайдер это с точки зрения экономии энергии тоже на концерте может сыграть свою роль и этим мне кажется так как нирвана тоже в большей степени это такая концертная группа и на концертах нужна выносливость и вот эта техника она здесь тоже том числе и оправдана что касается оборудование инструментов кристо то на начальном этапе он использовал дешевые бас-гитары первый же альбом который называется bleach был написан на супер дешевом абонезе black eagle черный орел это была копия джаз баса дешевая супер дешевый бас но он был куплен с целью игры игры концертов на самом деле на концертов не нужен какой-то дорогой инструмент абсолютно даже лучше если будет дешевый инструмент и на концертах как он сам интервью говорил он его там бил разбивал и он звучал только лучше и на концерт нет смысла каких-то супер дорогих палок и в дальнейшем как он вспоминал что он взял этот дешевый бас потом какое-то время настроил его в drop-re и получил тот же звук как на первом альбоме поэтому если вы хотите можете найти этот бас и попробовать воспроизвести тот самый звук на самом деле я тоже так считаю что дорогой бас не нужен для концертов если вы много играете есть с какими-то турами даже многие известные звезды например ладзеппелин своих последних концертов играли полностью на копиях своих же инструментов тому пейджи у сгпу была воссоздана до царапинки копия просто оригинал дома где-то стоял на студии но ездят обычно они именно с копиями инструментов вот но в дальнейшем у него был гибсон гибсон который мы сделал именно компания как его подписная модель естественно он за нее не платил опять же естественно это маркетинговый ход потому что известный бас-гитариста модель сигнатуры ее купят по-любому и это хороший способ заработать деньги естественно такая бизнес-модель что-то Субтитры сделал DimaTorzok Дальше что мы разберем, это узнаваемый риф Камаз ЮАР, тоже всем известный, который играется там хорус у Курт Кобейна, и вместе с ним в унисон играется бас, когда у нас два аккорда, фа-диез. У нас фа-диез аккорд, обыгрывается это минорный аккорд терцем малый. Ми, ми мажор, квинта обыгрывается. Сам себе риф ничего особенного абсолютно себя не представляет, и если его слушать отдельно, вы долго его скорее всего не сможете слушать. Но как раз таки в связке с вокалом, с мелодией вокала Курта Кобейна риф начинает звучать по-другому. Начинает реально вот эта магия сплетения вот этого рифа с мелодией вокала, с динамикой заставляет его звучать. Ничего сложного. Но новичкам этот риф может зайти, опять же, медиатор и вперед. Медиатор, метроном, вперед. Что касается правой руки, здесь у нас, естественно, медиатор. Кристо играет только медиатором, и мы имеем дело с глубоким погружением медиатора в струну. И это правильно, я считаю, на басу надо играть только так, это мое мнение. И у Криса то же самое, если мы будем играть кончиком, то у нас получится, мы потеряем всю сок, всю фишку, всю суть баса. Мы потеряем низ, мы потеряем середину, будет только вот этот звон такой гитарный. Не будет самого вот этого объема звука, и в трио это просто будет звучать как там вторая гитара и так далее. Поэтому у него здесь глубокое погружение, и достаём звук. Круглый, круглый звук, никаких кончиков. Когда я только начинал заниматься на бас-гитаре, и учился в музыкальной школе на вечернем отделении и так далее, с преподавателями, как правило, вот рок и поп-музыка, она занимала такую позицию, как начальный первый год обучения, как бы оно проходится, и мы переходим обязательно дальше, мы на этом не зацикливаемся, вот мы играем этот простой рок, какой-то классический, там Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, потом переходим как бы к промежуточному фанку, и мы обязательно должны прийти в какой-то уровень джаза. Ну так считается по образованию, астрадно-джазовому, то есть рока, мы на нём не зацикливаемся. И на этом этапе вам никто не будет объяснять такие нюансы игры каких-то известных поп- и рок-исполнителей на бас-гитаре. Мне этого лично очень сильно не хватало в своё время, и сейчас я считаю, что такой материал довольно будет полезен для новичков, они посмотрят, что в каком-то несложном вроде роке, казалось бы, в каких-то таких группах, есть абсолютно разные, так скажем, философии игры, разные стили, у каждого музыканта свои фишки. И, как правило, вам никто об этом не объяснит, ни в какой музыкальной школе, ни в училище, вот эти вот особенности игры каких-то роковых исполнителей. У меня на канале есть и разборы и мьюз, бас-гитариста, и многих других, и фли, их фишки. И примус тоже самое у меня есть, разборы вот этих вот тонкостей игры, как это, за счёт чего вот эта всё магия музыки происходит, за счёт каких приёмов. И как мне кажется, мне в своём моём возрасте, к чему я вот это всё говорю, монолог этот весь длинный, к тому, что мне не хватало вот этого, мне никто не объяснял, но и никто в этом и не копается, особо в этих фишках. А, там Нирвана, что там, две ноты, мы будем в Утона играть, грубо говоря. То есть на это никто не обращает внимания. На самом деле, этого многим не хватает, вот этого вот, разбора фишек, что даже и в таком несложном стиле есть чего посмотреть, есть к чему расти, есть чего стремиться. Я бы не назвал, например, тот же лаунж-акт такой простой партии, какого-то простым рифом, он тоже требует какого-то подхода научного, и тоже звучит круто. Поэтому, мне кажется, это довольно полезная информация, и будет новичкам особенно полезно разобраться в этих фишках, потому что, опять же, повторю, мне никто это не объяснял, и я пока сам не начал копаться, вот снимать видео, разбираться, и этого никто вам не расскажет, никто вам не покажет эти фишки, именно вот какие-то преподаватели, очень редко. Но у меня, по крайней мере, такого не было, поэтому я считаю, это довольно актуальная информация, и будем работать дальше. А на этом сегодня всё, дорогие друзья, закругляемся, завершаю своё видео, надеюсь, ничего не забыл, но перед тем, как закончить, хочу вас попросить, напишите в комментариях, что, на ваш взгляд, важнее. Супертехника, миллион нот с лэпом, 300 BPM, 16-ми, супер-пупер, либо одна нота, которая заставляет трепетать ваше сердце, одна нота, которую можно слушать бесконечно. В общем, пишите, но при этом не забывайте подписываться, ставьте колокольчики, лайки, и просто пишите комментарии на тему, что разобрать, какие-то пожелания и так далее. Я читаю комментарии иногда. Всё, дорогие друзья, всем любви, доброты, всяческих благ, вдохновения и хорошего настроения. Всем пока!